Возиться с техникой, изучать компьютеры Сергей Рыжов любил с детства. Когда настал момент с выбором будущей профессии, он, не сомневаясь, решил погрузиться в IT-сферу. Три года учёбы по этому направлению только укрепили его уверенность в собственном выборе. ВОЗ даёт весь необходимый багаж знаний, с которым я легко найду себя в этой сфере, признаётся юноша. Естественно, это языки программирования, в частности, C++, Python. Также многие современные технологии, в частности, мы изучали базы данных, ну и разработки проектов и многое такое. Екатерина Агаркина с детства мечтала стать педагогом, однако в последний момент решила связать свою жизнь с IT-сферой. Это современная профессия, молодому поколению легко вникнуть в неё и развиваться в этой сфере, признаётся девушка. Но мечту преподавать тоже хочет исполнить. В свободное время она планирует заниматься репетиторством, чтобы помогать юным технарям хорошо подготовиться к вступительным испытаниям. С утверждением, что IT больше мужская сфера, Екатерина не согласна. Конечно, в некоторых вопросах мужчины справляются лучше, в некоторых разновидностях IT-профессий. Но женщины тоже очень важны в данной профессии, так как у них немножечко другой подход и склад ума. И иногда очень требуется более скрупулёзная проработка некоторых вопросов, например, в разработке программного проекта какого-нибудь. И вот у женщин, я считаю, это лучше получается, чем у мужчин. IT-направление в СРФТИ широко развито. В институте большой опыт по подготовке специалистов в области программно-аппаратных решений и сетевых технологий. Институт вот уже несколько лет выпускает специалистов этого профиля, которые потом успешно трудоустраиваются в ядерном центре. Также строят карьеру в столице и за рубежом. Сегодня это направление как никогда востребовано, поскольку информационные технологии, они очень вплетены в нашу жизнь. И, соответственно, как в профессиональной сфере, так и в обычной жизни мы все пользуемся информационными технологиями, сервисами, устройствами различными. Сергей и Екатерина на последнем курсе. Впереди юных IT-шников ждут выпускные экзамены, диплом и новый ответственный шаг во взрослую жизнь – первая работа.